Моторадио представляет Петербургский солнечный вечер Пятница Поэтому настроение отлично И замечательная Екатерина Ваткуйко Медиадиректор Здравствуйте Екатерина, добрый день Вы все такая же симпатичная Как и когда вы у нас тут были А так сохраняешься лучше Это же относится и к вам Я порадуюсь, конечно Слушайте, а как так получилось Что симпатичная женщина стала директором В нашем представлении директора Достаточно неприятный тип Такой высокомерный Ходит, ну-ка подвиньтесь тут все Я главный, сейчас всех уволю И вдруг мы встречаем вас Как так вышло? Так случилось в моей жизни Поэтому с 2022 года Я возглавляю музей Арктики Антарктики Но в принципе в музейной среде Я нахожусь достаточно давно С 1994 года Поэтому я хочу сказать Что как Арктика сохраняет хорошо Так и музейная деятельность И работа в музеях Мы уже почти как экспонаты Бодрит Бодрит Да, поэтому приходите в музей И вы будете такие же прекрасные Нет, один раз, наверное, мало Надо все время ходить И тогда будешь Конечно, конечно Слушайте, тяжело быть директором музея? Ну вы следите, чтобы не выносили экспонаты Не продавали налево Ну руководящая должность Она всегда ответственна Поэтому, конечно, я безответственно Халатно к работе к своей относиться Никоим образом не могу Не отношусь Вот, поэтому Есть, конечно, некие сложности Да, в руководстве Есть задачи, которые необходимы выполнять И задачи достаточно высокие Да, все-таки музей федерального уровня Несмотря на то, что ведомственный Наш учредитель Росгидромет Но музей федерального значения Единственный в России Музей, который рассказывает О двух полюсах Об исследованиях на полюсах О работе на полюсах О финансово-хозяйственной деятельности Слушайте, а есть что-нибудь у вас ценное такое? Что-нибудь вот как в Эрмитаже Есть золотая Вот эти подвалы Вот эти там автоматчики стоят Говорят А может быть у вас тоже Какой-нибудь коготь неандертальца Очень дорогой Или какое еще что-нибудь? Ну, на самом деле Хочу сказать, что коллекция Музея Арктики и Антарктики Она сама по себе Крайне уникальная и редкая Да, потому что наши экспонаты И это артефакты Участники планомерного исследования Арктики Они в единственном экземпляре Поэтому нельзя сказать Что вот этот экспонат у нас цены А этот не цены А бывает, что у вас как-то с финансированием Похуже И вы раз так на аукцион Куда-нибудь там Пятикантропа выставляете Ну, чтобы зарплату заплатить Ну, я понимаю, да, что Представление о музейной работе Да, есть, видимо, некоторые такие вот Скажем так Слухи, да В общественность Что могут музейные работники Себе такие вещи позволить Скажу категорически Ну, вы как директор, конечно Пресекаем, да Ну, не то, что пресекаем У нас все музейные экспонаты Стоят на государственном учете И внесены в государственный каталог Поэтому все, что попадает в музей Оно проходит стадию учета и регистрации А вот далее происходит Атрибуция предметов Изучение научного В оборот мы вводим эти музейные предметы Поэтому никогда Ни при каких условиях Таких вещей происходить не может Давайте мы это вычеркнем Да, это я вот Что-то меня занесло Слушайте, а приходят, наверное Какие-то ученые мужи Какие-то там Сидят вокруг какого-нибудь экспоната Да Что-то изучают Рассматривают, может быть, в микроскоп Какие-то работы пишут Прямо используя Ваши коллекции Ну, безусловно Потому что музей До 1998 года Входил в состав Арктического и Антарктического Научно-исследовательского Института Ну, в свое время Еще в 30-е годы Это был Всесоюзный Арктический институт А где он у нас Располагал? Где он у нас Географический? На сегодняшний момент Это улица Витуса Беринга А родился этот институт И размещался раньше В Шереметьевском дворце До 90-х годов Да Вот И мы При главном управлении Северноморского пути Был Всесоюзный институт Арктический На базе которого И по решению Полярников По их инициативе По решению руководства Института Был создан музей Музей был Как отдел Основная миссия Музея Заключалась в том Что музей Должен был Освещать И популяризировать Современные методы Освоения И исследования Арктического региона Получается у вас? Получается Стараемся Стараемся Следовать Заложенной миссии Стараемся Следовать Целям и задачам Которым музей Был заложен Еще в 30-е годы Конечно Наша основная Задача И Сохранение памяти Сохранение Вот этого трепета Намоленности Нашего музея Потому что Для полярников Это действительно Храм-музей Где хранятся Артефакты Связанные с историей Очень многих Имен Очень многих Известных людей Поэтому Конечно Для потомков Уже Этих людей Они приходят Отдают Дань памяти Поэтому Наша задача Сохранить Передать Именно достоверную Историю Изучения И исследования Потому что У нас хранится Огромное количество И дневников И записей И не все У нас есть И в архивах Конечно Отчеты Экспедиции Поэтому Как вы сказали Ученые мужи Помимо ученых Мужей Приходят И любители Путешествий Любители Исследовательской работы Которые берут Дневники Читают Исследуют И ходят По следам Экспедиции Ну совершенно Разного периода От мыса К мысу Берут И следуют А вот Эти Походы Эти экспедиции Они тоже бывают Увенчиваются Успехами Слушайте А есть у вас Какая-нибудь Тайна Вот Например Вы даете подписку Что никому не рассказываете Что например Открыта земля Санникова На самом деле Вы знаете где Координаты Все Но вот вы устраиваетесь На работу Вот Екатерина Например Вы пришли устраиваться Вам говорят Катя Умеешь держать тайну Учти Сейчас распишешься Все И вот вы там Знаете какую-то истину Такую Которая вот Не всем доступна Ну элемент какой-то Все-таки Романтический На самом деле Мы в этом плане Может быть Несколько нестандартны По сравнению С многими другими Там музеями Мы Работаем над тем Чтобы максимально Доступными Сделать наши Наши фонды Те уникальные документы Которые есть В нашем музее И сейчас мы реализуем Большой серьезный проект Называется Полярная медиатека И осенью мы уже Запустим демо-версию Будем потихоньку Наполнять Смысл этой медиатеки Заключается в том Чтобы оцифровать Наши коллекции Это конечно Многолетняя история Но тем не менее Мы ее начали уже И чтобы любой желающий Мог даже без Физического прихода В музей Получить доступ К этим уникальным документам Потому что Многие из них До сих пор Даже не выпущены В научный оборот Спасибо, что не ответили Еще раз спросим Есть ли у вас Какие-то секретные тайны Ну просто интересно Что-нибудь такое Я дала подписку Я не скажу Но чтобы сохранять таинственность Чтобы сохранять интерес К исследованиям Чтобы молодежь думала Ну что я там хожу Наркотики курю Я вот эту кока-кулу пью И в айфоне сижу Я лучше стану исследователем И пойду Открою землю неизвестную Что скажу по поводу тайны Наша цель музея Это популяризация Поэтому у нас нет Секретных материалов Наша задача Наоборот Вы что? Это секрет Это как раз Наоборот Мы мотивируем Прийти к нам в музей И почитать то Что еще мало кому известно Есть написаны книги Есть проводились исследования Но есть дневники Которые еще мало изучены А есть что-нибудь такое Что вы вот прочитали И прямо вот Что-то в корне для вас Открылось Или изменилось Никогда не думала Что вот так А оказывается Ну я вообще на самом деле Придя работать В музей Арктики-Антаргский Каждый день для себя Открываю что-то новое Потому что Ну невозможно Да все знать Но и невозможно Не знать Работая в музей Арктики-Антаргский Потому что приходят С разными вопросами Бывает что люди приходят Представляют пистолет К вам и говорят Расскажите координаты Золотого прииска Там где-нибудь На острове Там каком-нибудь Там где-то Вы же у вас же Должно быть У нас во-первых Работает служба безопасности Хорошо На входной зоне Вот К счастью Таких случаев не было Но мы готовы Рассказать Если потребуется И без пистолета Да мы абсолютно На самом деле За такие экспедиции Более того Порой С этих экспедиций Артефакты Которые находятся Оказываются В нашем музее Поэтому мы С удовольствием Подскажем Поможем Найти Эти Кладовые Еще там Где сохранились Предметы Которых Мало кто знает Поэтому мы только За Приходите к нам Можно без пистолета Слушайте Если серьезно Вот есть множество Мотоциклистов Которые с удовольствием Катаются На север На остров рыбачий Териберка Может быть Есть Прямой смысл Ребятам Которые это организуют К вам приехать И сказать Мы вот Слушали по моторадио Вы оказывается Там такие Френдли Открытые женщины Мы С удовольствием Посоветовались бы С вами Может быть Вы бы что-то Подсказали Какие-то интересные места Про которых Про которые Не знают просто люди Какие-то маршруты Помогли бы составить Ну конечно Пожалуйста Можно приходить И уже в зависимости От запроса Да Вот что хотелось бы Посмотреть Потому что на самом деле Север Он достаточно Велик И богатый Да То есть маршруты Могут простираться Ну как Душе пожелается Поэтому Понятно Пожалуйста Приходите Мы посмотрим Выберем направление Продумаем Да И возможно Для нас Это тоже будет Интересный опыт Потому что Мы как музей Собирая и современную историю Тоже да Запустили такой проект Экспедиционный дневник Для нас очень важно Сохранить эти экспедиционные дневники И сегодняшнего дня Да Современная история Потому что Когда-нибудь пройдут Годы Десятилетия И сотни лет пройдут Да И как сегодня приходят люди И ученые могут приходить Да Для своих научных исследований Обращаться к дневниковым записям Именно с той целью Чтобы промониторить Да Провести некий аналитический Анализ Аналитику провести Как было Что изменилось Да Как следовать дальше Какими методами Исследовать дальше Я представляю Лет через 50 Так листают Так О Смотри-ка Наш вездеход здесь провалился А тут мотоциклисты Тоже проваливались Оказывается Оказывается Места-то знакомые Поэтому для нас важны Эти дневники Людей разных профессий Которые ходят в экспедицию Потому что у каждого Свои личные ощущения Свои личные впечатления Свои эмоции Своё видение Как известно Север безграничен Он притягивает Да Поэтому В гостях у нас Руководители Музея Артики Антарктики Директор Наталья Петрова И Екатерина Подкуйко Медиадиректор Она же пиар-директор Она же всё Всё же на вас лежит Как всегда Всё у нас на женщинах За счёт За счёт вас И выживаем Ну давайте вернёмся Мы несколько сумбурно начали Давайте всё-таки О музее Во-первых Кто не знает Друзья мои Красивое Жёлтое здание На улице Марата На пересечении С Кузнечным С Кузнечным переулком Работает Вернее Находится на месте Всегда Никуда не уходит В место Но работает Наверное как-то у вас Есть какие-то графики Там или как Что понедельник Вторник Понедельник Вторник Пятница Музей закрыт Для посетителей Среда Суббота Воскресенье С 10 до 18 Двери музея открыты Четверг Увидеть красоту Не видели Не видели Возможно Модель Последняя Ледостойка Самодвижущая Платформа Это инновационная Дрифующая А наша же была первая Самая льдина Вообще никто Еще такого не делал Наша вот сейчас Наша СП-1 Древняя И первая И сейчас Которая Так что вот ЛСП Это вообще Единственное В мире Такого судна Нет ни у кого Да То есть Это судно Лаборатория Это судно Исследовательское Научно-исследовательское Понятно Что лагерь Вокруг судна Конечно Разбивается Потому что Есть ряд работ Которые необходимо Выполнять И вне судна Но тем не менее Это совершенно Комфортные Условия Проживания Те кто приедут В музей Они увидят Фотографии Может видео Не само же судно Правильно? Модель 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 Да судно Вот сейчас Буквально Уже стартануло Следующую Свою экспедицию На пути Из Петербурга В Мурманск А вот И в ближайшее время В середине сентября Отправится В свою Следующую экспедицию СП-42 Напомним людям Кто не знает Что это такое То есть Это Такая штуковина Которая С течением Осени И приближения К зиме К холодной Вмерзает в лед И вместе С огромным Этим ледяным панцирем Смещается Вместе с льдиной Дрейфует Да По северному Ледовитому океану Ну вот в течение Своей Двухгодичного Дрейфа Да Прошла Более Трех тысяч миль Да Почти два года Дрейфовала Прекрасно Происходило Две ротации Ученых Состав экипажа Тридцать пять человек Тридцать пять человек Тридцать Четырнадцать Килл Экипажа И Научные работники Которые работают Происходила два раза Ротация На Судне Это уже вот на этом На новом На новом Да Потому что конечно Находится такой Длительный период Но есть люди Которые прошли Все два года И Есть люди на МКС Годами сидят Ну Такая у людей Работа Совершенно правильно То есть люди туда не заходят Не в туристические походы Да А что-нибудь такое Там череп Папанина Ну я Извините Да У нас там сидит кренкель Кренкель Да Совершенно верно У нас там есть кренкель Может быть какие-то животные Какие-то у вас же есть Мамонты Всякие там Белые медведи Я сколько помню На самом деле да Есть у нас Замечательные животные Ну это Чучело животных И Что может быть Прекраснее чем Сфотографироваться С милой Нашей Медведицей Машей Которая напомним Убивает БК Легким движением руки У нас она У нас она добрая Она никого не убивает Скорее ее Все хотят потрогать Она у нас без стекла И поэтому Все пытаются ее Потрогать за носик Слушайте я вот не был 100 лет Я вообще не помню Как там внутри А там заходишь И сразу прямо Медведь Первый тебя встречает Или кто Ну практически Практически Сразу Ну как бы Есть некая такая Входная зона Зона гостеприимства Да А дальше уже Когда вы попадаете На экспозицию А там еще говорят У вас самолет висит Настоящий Висит прекрасный Самолет Ша-2 Да Это вообще Вот Один из первых экспонатов Который был В нашем музее Водружен Висит на своем Историческом месте Пережил блокадные Годы Ленинграда Никуда не уезжал Не эвакуировался А вот Участник Экспедиции Спасения Экспедиции Челюскинцев Да Которого 90 лет Которого мы в этом году Отмечали Поэтому приходите У нас таких артефактов Которые Видели Своими собственными Есть что-нибудь такое Что одно в мире Все Больше ни у кого нет А вот кстати Про вот этот самолет Ша-2 Я хочу сказать Что в прошлом году Мы получили Подали его На конкурс Памятник науке и технике Прошли достаточно серьезный Экспертный отбор И получили Это звание Памятник науке и технике Это единственный В мире Потому что был еще В Америке Да по-моему Музей Но там на Аляске Реконструированы Были некоторые части Внутренние детали А у нас Он законсервирован А его можно только посмотреть К нему там не подпрыгнуть Не заглянуть Насмотря как прыгать Ну почему Можно подняться Чуть-чуть повыше По лесенке Да Ну и вот быть на уровне С ним Фотографировать разрешаете Да Фотографировать Конечно Да Пожалуйста Не для коммерческих целей Без разрешения Пожалуйста Для коммерческих целей Пожалуйста Это к Екатерине К Екатерине Вот Слушайте Хорошо Редкие вещи Можно увидеть Какие-то необычные предметы Там быта Полярников Там Не знаю Еды Каких-то консервов Газеты Правда Наверное Тех лет Ведь у нас Такие имена Действительно Папанин Челюски Но это же Летчики полярные Какие у нас Знаменитые были Как вы считаете Как сейчас Интерес к этому Несколько Ну трансформируется Так аккуратно скажем Ну в силу просто Более технологичного века Вообще в целом Больше Больше доступности информации Все залезают в Википедию И Для этого не надо Забираться там Мерзнуть где-то Ехать в Мурманск И там Исследовать какую-нибудь Я не знаю Там мерзлоту Когда все написано В интернете уже Ну вы знаете Мне кажется Как вы боретесь с этим На сегодняшний момент Мне кажется Интерес К Арктике Возрастает все больше и больше И радует Что это среди молодого населения Растет этот интерес В большей степени Потому что Вы посмотрите И как И на уровне правительства Да и на уровне министерств Развивается Арктический туризм Да То есть Если Это развивают Если это Привлекательно Значит Есть спрос на Все эти Но есть отрицательные Такие моменты Например В Териберке Раньше Говорят Можно было Купить шаверму Там за 500 рублей А теперь В пять раз умножаешь Потому что Они уже Да Принимают гостей Можно со своей Поехать Ну да Нет Ну на самом деле Мне кажется Что доля романтизма Конечно И в большинстве Сум Люди В первую очередь Идут туда За такими ощущениями Да За эмоциями А вот Но важно понимать Что Арктика Она конечно Очень гостеприимна Но очень сурова Да Поэтому нужно Подготовиться К походу К экспедиции К туристической Экскурсии В арктический регион То есть это носки Бабушке заказали Чтобы связала Шапку Помимо носков Нужно быть готовы Вообще К разным Экстремальным ситуациям И нужно понимать Что климатические условия Да Она как бы Арктик Это раздвигает Свои объятия И готовы принять Но нужно понимать Что вести себя Там нужно Крайне осторожно Да Что погодные условия Бывают Достаточно сложными Суровыми Что даже те места Которые вы запланировали Посетить Вдруг Да Эта экскурсия Или посещение Конкретного места Может быть Либо невозможно Когда вы туда придете Из-за погодных условий Либо придется Посидеть Соседние места По поводу невозможно Мне кажется Вот мы все время Заметьте Говорим Про наш север Да А у вас же есть еще И самый-самый Юг планеты Еще же есть Арктика Антарктика Антарктика Да Антарктику уж никак не проверишь Если здесь сел на мотоцикл Съездил На остров рыбачий И понял Что правду говорили А не там на радио Да А то туда тоже съездит Проблема Ну туда можно Пойти в составе Научной экспедиции На антарктические станции В принципе Самая ближайшая станция Находится Станция Бельнесгаузен А вот на котором Можно в принципе При желании Добраться А вот посетить ее Но есть и станция Столько голливудских фильмов Помните же Наверное Столько ужасов Да Как там Как то какой-то монстр Проснется Там где-то То просто холодно Какие-то там Жуткие людоедные Пингвины Еще чего-нибудь Такое Ну поэт Пингвины очень миленькие Кстати с пингвинами Тоже у нас можно Сфотографироваться У нас потрясающе Есть даже Не просто чучело А инсталляция Детского сада Пингвинов Вот Как там И маленькие пингвинята И взрослые пингвины И причем Умиление вызывает Не только у детей Но и у взрослых По-моему даже взрослые Больше стараются С ними сфотографироваться Нежели дети Поэтому Антарктика тоже близка И у нас Достаточно подняться На второй этаж И оказаться На южном полюсе И оттуда тоже Что-то есть такое Какая-нибудь бактерия Какая-нибудь ядовитая Которая только у вас есть Например Конечно у нас есть В экспозиции Представлена бутылочка Ну бактерию вычеркнем Ладно Бутылочка с водой Которая вот Из растопленного Ледяного керна Представлена Поэтому Артефактов Интересных моментов Есть конечно Тоже представлены И флоры И фауна Ну в большей степени Конечно В чучелах И в макетах Вот Но познакомиться Можно С экспонатами Которые Работали На станциях Можно увидеть Макеты Этих станций Антарктических Как они выглядят На сегодняшний Транспорт Какой-то Ну любопытнейший Ну транспорт Тоже он в моделях Потому что Понятно Что это все Крупногабаритные Предметы Вещи Наш музей Все-таки Немного ограничен Пространством И все-таки Только два этажа Первый этаж У нас посвящен Арктике А второй этаж Посвящен Антарктике А вы боретесь За расширение Пишите петиции Александру Беглову Просим увеличить Два раза Высоту Долготу Вы два раза Наверное Еще в два раза Вширь или ввысь Нужно понимать А вот Поэтому Конечно Вопросы С площадью Они есть А вот Но на сегодняшний момент Пока мы Сильно не боремся За расширение площадей А вот Потому что Мы говорим Еще о том Что миссия музея Когда музей Создавался Была в том Чтобы говорить О современных В том числе Да в большей степени О современных Методах исследования И сегодня Придя в музей Вы прекрасно Увидите Замечательную Очень Расширенную Такую историю Освоения Арктики И Антарктики Именно в советский период А вот Богатейшие коллекции Которые не все Конечно Представлены в экспозиции Но у нас есть И чудесный проект Артефакты Арктики Совместно с Проектным офисом Развития Арктики И эти видеосюжеты Видеоролики Есть в сети Интернет Их можно посмотреть Где мы Вот все говорим О доступности Наших экспонатов Об уникальности Наших экспонатов Вот И сейчас У музея Такой период Когда мы Начинаем Заниматься Активно Российской Историей Освоения Арктики А приходят к вам Бывают шпионы Приходят Я из Америки Слушайте Скажите Где там у вас Залежи Легкодоступного газа Нефти Я вам дам 100 долларов Ну в принципе Если Мы им дадим Контакты Компании Которые это знают На литейном Расположено Быстро Направим В нужном направлении Где более подробно Расскажут Точки Локации Вот Поэтому Конечно Временные выставки Которые мы проводим Мы сделаем Их проводим С акцентом На сегодняшний день А временные То есть можно много чего пропустить Получается Вот это точно Потому что жизнь временных выставок К сожалению Очень короткая То есть это максимально 3-4 месяца Приведите пример Какой-нибудь выставки Временной Вот у нас была Буквально недавно В апреле Открывалась выставка Посвященная Станции Восток Антарктической станции Восток Которую мы делали К 300-летию Российской академии наук Сделали акцент На работу Исследователей Ученых Которые проводят Там серьезные исследования И по изучению Ледяных кернов Ледяного покрова А самих ученых Бывает что там Позвал на такой-нибудь Открытый круглый стол Вот именно для этого Мы И вся эта выставка Была создана С исследовательскими институтами В большей степени При академии наук Были участники Медико-биологического Института РАН Агрофизической лаборатории РАН Института РАН Которые рассказывали о том Какие исследования Они проводят Показывали свои экспонаты Свои результаты Своих исследований Для нас было очень интересно Что на станции Восток Все исследования С человеком Из-за климатических условий Которые уходят в космос Потом Люди-космонавты Проводят Прежде всего На станции Восток И об этом приходили люди Рассказывали Ученые Также мы показали Ну потому что так же холодно Ко вкусно Конечно В этом смысле Не только холод Там много В принципе Климатические именно Да Вот И физиологические Даже больше Исследования Ой Физиологические Такие аспекты Да Вот Также мы показали Модернизацию Станции Восток Которая на сегодняшний момент Произошла Да Что произошла смена Конструкций Из-за того Что очень Заносилось Снегом Да То есть Работать было практически Невозможно И эта станция Обновленная Она была запущена В январе Нашим президентом Уже новая Мы пригласили Архитектора Который разрабатывал Дизайн проект Этой станции Она Предоставила На выставку Нам свои Дизайн проекты Внутренних Помещений Этой станции Поэтому Вот те Кто не успел Увидеть Мне кажется Что они А еще самое интересное Да Мало кто знает Что в Антарктиде Даже арбузы Да Мы говорим О музее Сегодня Ну пытаемся поговорить Так как это Ну Не обширная тематика Вернее Безбрежная Вот так скажем Посему Мы так Кусочками Давайте мы вернемся На улицу Марата Ваш замечательный особняк Он вообще То есть Это церква же Да Церковь Храм Здание Бывшей Единоверческой церкви Святителя Николая Само по себе Здание Уникальное Да Это архитектурная Постройка середины Ну даже первой Половины 19 века Построена по проекту Архитектора Авраама Мельникова Это ректор Академии Художеств Наш Строилась Достаточно продолжительный Период по времени Порядка 15 лет И что самое удивительное Очень долго существовало Как храм До 1927 года Батюшка был Батюшка был Приход был Приход был Да Все Ну на сегодняшний момент Тоже приход есть А вот Но рядом В соседнем здании Все это работает Часовинка Передана храму Подождите Прямо вот рядом с вами Вы имеете ввиду Не церковь Которая напротив Нет 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 Рядом Рядом с нами В здании Жилого дома На сегодняшний момент Там работает Приход Единоверческий Поэтому все Кто желает Пожалуйста А вы с ними дружите? Ну общаемся Или как-то квартирные вопросы Все время Батюшка Съезжать вам пора Нет Мы никоим образом Да так себя не ведем Безусловно Поэтому Безусловно Общаемся А вот Но на самом деле Хочу сказать Что место конечно Намоленное Как и для прихожан Единоверческой церкви Так и для Красивое какое Здание очень красивое Да Поэтому я призываю И приглашаю Еще раз прийти В храм И посмотреть Потому что Архитектура Сама внутреннего пространства Очень прекрасна Когда музей приспосабливали Ой то есть Здание приспосабливали Под музей Конечно Немножко Произошли Внутренние Перепланировки Но тем не менее Работали над этим Люди Достаточно серьезные И работали То есть боженька Сверху смотрит Думает Обязательно Только бы не звезду Здесь повесили Коммунистическую Раз и самолет Работает Главный архитектор Эрмитажа В свое время Да принимал То есть В 33 Году Здание Было передано Музею И порядка Четырех лет Шла Перепланировка Приспособление Здания Под музейные нужды Поэтому Если вы придете К нам в музей Вы увидите Аутентичность Этого музея Что В принципе Он сохранил Те же объемы Пропорции Которые были Заложены При проектировании То есть Это очень уважаемые Как я уже сказала Люди Поэтому наша цель На сегодняшний момент Сохранить Эту аутентичность Музея Но тем не менее Не говорить о современной истории Как мы уже говорили Тоже конечно невозможно Сколько народу одновременно Может бывает Что вот много Толпа прямо в музее Да бывают Бывает там 100 человек 300 Эти новогодние каникулы Показали Если вы помните Что морозы были Достаточно суровые Как в Арктике Да Но это не пугало Посетителей нашего музея Они порядка трех часов Ну вот стояли в очереди Чтобы попасть Серьезно В музей Да Поэтому В течение года Нас посещают Около 100 тысяч человек Вот конечно В большей степени Это каникулярное время Праздничные дни К нам приходят посетители И мы видим Вот по четвергам Как я уже сказала Работает у нас Полярная гостиная 18.30 С 18.00 часов Вход в музей Бесплатный Именно с той целью Чтобы как можно Больше привлечь Да И быть открытыми Для желающих узнать Больше А что такое полярная гостиная Полярная гостиная Это холодная Холодная полярная водка Холодная полярная Ну да Это после Это после уже Да После полярной гостины На самом деле Звучит да Очень как холодное Такое пространство Но это какой-то гость интересный Асмосфера очень теплая Потому что мы приглашаем Действующих полярников Которые приходят И в очень доступной форме Рассказывают И отвечают на самые нелепые Как нам кажется Вопросы Наших посетителей Которые вот Один на один Могут задать вопросы Которые их внутри Интересуют Вплоть до того И бывают такие забавы Как переваривается пища Внутри организма При холодных При суровых таких температур И объясняешь Бабушка Связала шарфик Большой такой Я их одеваю два И мне тепло Ну поэтому Мы приглашаем Ученых Которые сегодня Ходят в полярные экспедиции Приглашаем блогеров Приглашаем волонтеров На эти полярные гостины Которые рассказывают о том Что они сегодня Делают Арктик В Арктике Как они туда пришли Вам надо наших мотоциклистов Конечно Конечно Наши двери для Открыты У нас есть фанаты прямо И чем больше будет Таких заинтересованных людей Рассказывать В нашем музее Таким же заинтересованным людям Да Тем Мы сами понимаем Что будет становиться Нас все больше и больше И радует Что очень много Приходит молодежи Очень много Особенно Когда приходят Молодые ученые Рассказывают О своих достижениях В науке И мы видим Как в зале сидит Огромное количество Молодого Подрастающего поколения Это старшеклассники Да это уже там Студенты Первых курсов Колледжа Может быть профессиональных Которые ищут себя И не знают Как попасть в Арктику Оказывается Что можно Совершенно в разной отрасли Разных профессий Люди Могут работать И востребованы На сегодняшний момент Потому что Кадры Как всегда Да Решают все Плюс зарплата На самом деле Очень большой интерес К этим гостинам Не все могут дойти И поэтому В какой-то момент Нас попросили Наши подписчики И мы регулярно Ведем прямые трансляции Наших популярных гостиных В нашей группе Вконтакте И количество просмотров Тысяча Две Три Это говорит о том Что людям интересно И они находят время Посмотреть А это порядка Сорока пяти минут Обычно Разговор идет Мы стараемся Даже уложить В это время Те вопросы Которые задают Наши посетители Мало ли У других Тоже такие вопросы Возникали И более того Мы даже помогаем Найти ответы Тем, кто нам Подписчики Пишут потом вопросы А мы бы хотели Узнать Вот у вашего спикера Там то-то То-то Мы стараемся Тоже такие ответы Найти И передать Поэтому Интерес на самом деле Очень высокий Слушайте А есть какая-то связь Полярными городами Городками Базами нашими Какими-то Я имею ввиду Гражданскими Там про военные Не говорим Но у нас есть И поселки Тикси Диксон Есть город-герой Мурманск Архангельск Какая-то Какая-то коммуникация Конечно Конечно Во-первых Мы у нас есть Очень серьезное Межмузейное сотрудничество Серьезная И очень хорошая Коммуникация Вот буквально Недавно В августе Проходил Арктический салон В рамках которого Мы подписали Соглашение О сотрудничестве С Воркутинским Музейно-выставочным Центром На базе которого Уже в прошлом году Мы проводили выставку И будем готовить В следующем году Совместный выставочный Проект С мурманскими Музеями Мы тоже Очень тесно Взаимодействуем И сотрудничаем И вот буквально Скоро поедут Наши коллеги На фестиваль Северных музеев Будут участвовать В конференциях С архангельскими Коллегами Мы тоже С Северным морским музеем Архангельским Крывеческим музеем Тоже дружим Музеем Художественным музеем Арктики Имени Александра Борисова Тоже очень тесные У нас контакты Ну на самом деле В Дудинка Норильск Даже в Бетцберген И мы обмениваемся Площадку своего музея Мы предоставляем Для проведения Выставок Этих северных музеев Или представительств Коренных малочисленных народов На территории Петербурга Вот сейчас у нас Проходит прекрасная Художественная выставка Якутской художницы Екатерины Суржаниновой Которую тоже Можно прийти посмотреть Это тоже наша Такая вот уже Традиция Взаимодействия С представительствами На днях Вот была презентация Книги Архангельской губернии Тоже автор Людмила Забыла к сожалению Фамилию А вот Слушайте А можно бы говорить Что чем дальше Чем севернее Чем холоднее Тем меньше плохих людей И больше хороших То есть плохие Как-то замерзают И отваливаются Ну на самом деле Да Когда бываешь на севере Ты встречаешь Именно открытость Искренность И душевность Этих людей Потому что Условия В которых люди живут Они прекрасно понимают Что если они Друг другу не помогут Помочь-то им Больше некому А какой там воришка Ну украл кошелек И убежал в тайгу И там замерз И все Это в отличие от Мне кажется Даже вот о таких моментах Наверное вообще Я даже ни разу не слышала Потому что на самом деле Да-да-да Все очень Открыты Очень дружелюбны Плечо друга Готовы подставить Всегда и везде Потому что Прекрасно понимают Что в следующий раз Им это плечо друга Понадобится Точно так же Как вам Сегодня Готовы поделиться Мне кажется Последним Что у них есть Особенно если Вдруг холодно Голодно Ой не надо Слово холодно Скоро оно и так Придет к нам На самом деле Самое главное Что приятно Что в наших Рамках наших выставок С представителями Коренных народов Очень четко видно Что несмотря на то Что вроде как бы Мы разные Но глобально В основных базовых Ценностях Мы едины За счет этого По большому счету Наша страна Все христиане В конце концов Православные В конце концов Да Все строится на любви Это правда Слушайте Замечательные слова Хорошо Что у вас Ближайшего Такого Прямо такого Выставка Какая нибудь Какая нибудь Экспозиция Открывается Какой нибудь Новый ледокол Привезли Поставили к себе Ну Сейчас у нас Недавно Открылась выставка Полярные Робинзоны Которая Рассказывает Первую колонизацию Острова Врангеле Которая основана На дневниках Георгия Алексеевича Ушакова Руководителя Этой колонии Построена на его Фотоальбомах Рукописях Ну колония Не в смысле Колония Для заключенных Это как раз в смысле Это поехали туда С определенной целью Колонизация Именно с целью Освоения Освоения Конечно Да В перспективе Которая перешла В некую факторию Да Вот на острове Врангеле И сейчас мы готовим В рамках этой выставки Очень интересные Интерактивные Этнографические С элементами этнографических Программы Которые будут Ориентированы То есть у вас получается Дальний Восток тоже Как бы захвачен Да Вот это Полярные регионы Все что входит в рамки Северного морского пути Конечно мы Освещаем и эти моменты Поэтому Совершенно Вот буквально После 15 сентября Эта программа Будет запущена Уже в жизнь Помимо этого У нас есть Детские часы Которые ориентированы На совсем И маленьких детей И младших школьников Потому что Ну не только Уже таким Постарше ребятам Хочется Сориентироваться Куда пойти Да То есть нужно Начинать С самого начала Базовые знания Получать Уже в более раннем Возрасте Ну хотя бы Познакомиться С природой Флорой Фауной Слушайте А нет у вас Таких нибудь Программ По такой Отправке В целях Популяризации За ваш счет Какого нибудь Там Интересного человека Меня Например Куда нибудь На Дальний Восток Бесплатно Тоже мы вычеркнем На самом деле Если очень хочется В экспедицию На сайте Арктического Интерктического Научно-инследовательского Института Периодически А есть Можно записаться Да Они объявляют Набор волонтеров Можно Подать заявку Заполнить анкету И отправиться В Арктику Я умею жарить картошку Драться с дельфинами Ковар Это очень важная профессия И умею заводить двигатель Волонтеры Чистая Арктика Там тоже регулярно Ведется набор Да Поэтому пожалуйста Ну вот из неудачной шутки Мы так выруливаем На то Что можно в принципе С вашей помощью Еще и попасть И представители Этих организаций Они тоже приходят К нам в музей Они как раз рассказывают Об этих программах Как можно Вписаться в эти проекты Если очень кто-то Хочет попасть в Арктику Да Еще не был там И хочет с ней Поближе познакомиться То пожалуйста Приходите У нас минута осталась Спойте песню О красоте Этих мест Для тех Кто не Ну я условную песню Просто Скажите Что можно там Увидеть то такое Чего Ну нигде никогда не увидишь Ну кроме Полярного сияния Ну кроме Полярного сияния Во-первых Ничего Очень природа Отличается И впереди Осень И вот уже сейчас Конец августа Начало сентября Мне кажется В Арктике Самая красивая Это осень Это буйство красок Даже вот просто Посмотрите Фотографии В интернете Придите к нам в музей Для того Чтобы захотеть Поехать туда И увидеть это Собственными глазами А мошки Москиты едят Нет Или сейчас как раз Уже все Ну мне кажется Сегодня в современном мире Очень много средств Которые могут Сгладить Эти все неприятные Скажем так Моменты И нечего выдумывать И нечего А здесь эстетическое Восприятие Арктики Оно Вот мне кажется Должно победить Спасибо вам огромное Время наше Истекло К сожалению Наталья Петрова Директор Музея Арктики Антарктики И Екатерина Подкуйко Медиадиректор Спасибо вам Милые женщины Приходите к нам Почаще Очень рады вам А всем мотоциклистам Обязательно Зайти И я думаю Что всегда Можно найти Какие-то точки Спокосновения Правильно же Спасибо огромное Большим удовольствием Ждать мотоциклистов У нас в музее Спасибо И всего доброго Всего доброго Спасибо Моторадио представляет